Где-то в получасе езды от Глубокого есть место, где рассвет и закат сходятся воедино, и в гармонии с природой живут индейцы. Приветствуем тебя, дорогой путник. По-индейски «приветствие» надо поднимать руки вверх, возносить его к солнцу и говорить «хау». Вот так. Пробуем? Мы будем делать все, как настоящие индейцы. Но для этого ты должен стать индейцем. У индейцев, помимо головного убора, была тотемная раскраска. Тотемная раскраска наносилась не для красоты, она оберегала воина и давала ему силы пройти путь Великого Духа. Для того, чтобы ты прошел этот путь Великого Духа, у тебя тоже должна быть именно своя тотемная раскраска. Только твоя, которая защитит тебя и поможет тебе пройти этот путь. Краска непростая, она волшебная и символизирует дух огня. Огонь Великого Духа защитит тебя. Чувствую магию перевоплощения. Еще чуть-чуть, и я стану героем вестерна. Чувствую, как наполняюсь огнем. Вы чувствуете? Я чувствую. Итак, дорогой наш гость, для того, чтобы дальше идти по пути Великого Духа, у тебя должно быть индейское имя. Вот меня зовут богиня Часка. Я повелительница восхода и заката. Со мной рядом бог природы, полей, лесов и озер Хуакас. Имя индейцев давалось такое непростое. Имя того животного, чьи качества ты бы хотел получить. Скажи, что тебе не хватает? Возможно, смелости, ума или быстроты? Ума точно не хватает. Ума, да. Давай назовем тебя Мудрый Змей. Мудрый Змей. Итак, Мудрый Змей, пойдем к нашему первому испытанию и познакомимся с нашими ездовыми хаски. Громкий вой, виляние хвостом и озорной взгляд. В деревне целый питомник сибирских хаски. Индейцы до приходов европейцев не имели лошадей. У индейцев были ездовые собаки. Это были, конечно, не хаски, потому что хаски пришли к нам родом из Сибири. Но очень похожи ездовые собаки. У нас таких собак 20. И это вождь племени собак. Его зовут Адмирал. Это та собака, у которой нет геноагрессии к человеку. Это та собака, которых эскимосы и ненцы пускали в свои чумы, и они смотрели за детками. Она любит обнимашки. Абсолютно правильно. Первая задача – это обнимашки. Давай попробуем с тобой пообниматься с нашим Адмиралом. Адмирал, давай обниматься. Давай, давай. Небось, вот так. Это очень обнимательная собака. Да, очень ласковая. Не зря индейцы говорят, что их собаки избавляют от гаджетозависимости. В окружении этих больших пушистых добряков я, взрослый, моментально растаял и забыл обо всем на свете. Сейчас мы научим тебя элементу каникроса. Это бег с собаками. Это очень крутое занятие для тех, кто хочет разрядиться, выпустить адреналинчик и отдохнуть от городской суеты. Подходит. Подходит? Конечно. Ну, давай попробуем с тобой. Для этого задания понадобится суперупряж. Она делается индивидуально для каждой собаки. Для меня тоже нашлось устройство. Ты побежи сейчас в Хаске и ощутишь всю ее силу и мощь. Мне кажется, это будет как в фильмах. Какой старт? Подождите. Отбирал на старт. Мы будем на старт. Какой на старт? Все. Теперь ты, Хаюр. Я его отпущу. На старт. Что мне делать надо? Внимание. Вперед! Отбирал? Вперед! Какой вперед? Давай, давай, тяни, 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 тяни. Так нормально, так? Давай, 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 давай. Отбирал! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, давай. Домой, домой. В общем, если вы любите бегать, собираетесь завести собаку, либо она у вас уже есть, и вы думаете о том, как совместить прогулки с ней и свои тренировки, выход найден. Это коникрос. Зимой мы катаем на нартах. На нартах мы катаем и запрягаем до 10 собак в эти нарты. Они несутся по снежной трассе со скоростью до 25 км в час. Здесь стоит каюр. Это самый главный человек, который управляет собачьей упряжкой. Ты можешь сесть здесь. Садись. Да, вот прямо сейчас, да. И почувствуем себя, как будто мы зимой. И вот так вот на всех поворотах каюр легко вписывается, потому что все конструкции очень подвижны. Для того, чтобы сделать эти нарты, нам пришлось перечитать даже Джека Лондона, чтобы узнать ширину полосьев. А если мы с тобой захотим остановиться и выпить чашечку кофе, у нас есть на этот случай вот такой вот стояночный якорь. Если вы подумали, что в собачьей упряжке катают только зимой, ох, ребята, не знаете вы белорусских индейцев. Итак, вот он наш универсальный скутер. На нем мы катаем летом золотой, да, да, да. Лучше в традиции, хорошо. Что, доверяю тебя в сильные и могучие руки нашего Хуакаса. Давай. И 8 лап быстрых каски. Я так понимаю, это очень-очень много. А, это перебор. Адмирал, ветерок. Вперед, вперед. Пошли. Ветерок, вперед. Я вцепился руками в рули и сначала даже боялся дышать. Особенно переживательно было на поворотах. Но потом поймал кураж. Мяу-ху-ху-ху-ху-ху. На протяжении многих поколений частью индейской культуры были ловцы снов. Что ты знаешь о ловце сна? Охраняет сон. Правильно, да. Плохие сны запутываются в паутинке. А хороший сон находит дырочку и проходит сюда. И вот ты видишь очень хорошие сны. Вот мы с тобой будем тоже плести такой ловец сна. Я думаю, у тебя даже лучше получится. Значит так, смотри. Внимательно повторяй за мной. У тебя будет всего лишь 30 секунд сделать этот ловец сна. Вот это вот сделать за 30 секунд? Да, за 30 секунд. Вот такой вот. Завязываем. Завязал. Сейчас у нас есть с тобой основа и наша ниточка. Смотри внимательно, следи за моими руками. Ниточка уходит, обвивает кружочек и заходит внутрь круга. Вот так, видишь? Да. Вот так. И вот первое отделение у нас готово. Дальше ниточка опять обвивает кружок и заходит внутрь круга. И так далее. Там? Запомнил? Да. А потом, когда у тебя весь круг готов, следующий круг у тебя вот этот. И то же самое повторяешь здесь. Вот так вот. И 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 следующий вот сюда. Теперь главное все это повторить. И вот так вот. И вот так вот. итак 30 секунд закончились у тебя получился великолепный ловец на в него проходит любой сон а ты как мудрый человек сам выберешь какой сон тебе нужен вот согласен мудрый змей по всему миру разбросаны места которые помогают осуществить мечту я даже не помню сколько раз бросал монетку фонтан или загадывал желание натирая до блеска очередной памятник в индейской деревне я нашел еще одно волшебное место готов ли ты загадать свое самое сокровенное желание готов повторяй за нами расправь свои руки на добрые помыслы закрой свои глаза подними руки к небу чтобы вселенная увидела твои помыслы они чистые прозрачны загадай свое сокровенное желание а теперь за нами повтори индейская хау хау надеюсь боги великого огня примут мое желание она исполнится тем более я делаю все чтобы пополнить запас на голове следующий этап на пути превращения в индейца верховая езда перед тобой гордость республики беларусь национальная порода республики беларусь белорусская упряжная это единственная национальная порода беларуси и мы как настоящие индейцы любим природу и заботимся о наших лошадях мы занимаемся возрождением этой породы белорусская упряжная породы это предки диких тарпанов одной рукой здесь то нога полетит за лошадью а я согни колени чтобы я аккуратно тебя подсадил раз два 3 3 оба отлично теперь вперед почеши ему шею там где он не достает ложись полностью привет шею шею все потесаться но здесь сам себе не почешет ты завоевал ее доверие и теперь мы можем уже отправляться в путь до хоккас но в добрый путь надеюсь он будет недолгим и грациозный повелитель прерий не скинет меня со своей спины я стал настоящим индейцем и приручил диких лошадей ау после общения с лошадьми меня ждал еще один сюрприз вы видели когда-нибудь что-то подобное оказалось это один из древнейших музыкальных духовых инструментов на земле называется ух с первого раза так и не выговоришь диджериду этот инструмент играет всего на одной ноте и этот первый звук который ты должен взлечь называется дрон он извлекает дрон стал ровно расправил плечи вдохнул полный легкий воздуха и как лошадка с расслабленным губами пыркаешь четко получается расслабленным губами ты занимаешься губошлёпством инструмент подхватывает теперь я понимаю почему оба регены австралии использовали эту огромную дудку в ритуалах своим звучанием она легко может вести в транс когда получишь дрон ты сможешь управлять уже сможешь произносить разные буквы от у да и от р до к пока сможет играть так часами главное не вызвать дождь нет 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 мы вызываем хорошую погоду теперь моя очередь колдовать угадайте музыку которую я играю чуть google расслабить чтобы не зашлюпали что-то не шлюпа там почти он только прислонись чтобы не воздух не выходил вам как нормально пишите в комментариях уже дрон но все глухой глухой но это дрон я прям горжусь собой все испытания выдержал была бы эта компьютерная игра с новыми навыками запросто перепрыгнул бы через уровень а может и два именно индейцы перенесли ту мудрость которую мы храним веками о природе и о животном мире и теперь ты так же как настоящий индейец готов скакать на лошади без железа и без боли управлять собаками без хлыста разжигать огонь по велению великого духа и ты по праву завоевал носить корону настоящего вождя прям сразу вождь ничего себе великому вождю племени приезжать сюда это действительно необычно очень круто собирайте семьи собирайте компании берите друзей вообще всех-всех-всех кажется с каждым годом сплавы на байдарках становится все популярнее одни ходят в походы семьей или друзьями другие устраивают тимбилдинги но так или иначе без проводника не обойтись александр здравствуйте здрасте вам что вы знаете места классные для активного отдыха в данном месте знаю да мы находимся с вами реке шоша которая является очень любимым местом для многих байдарочников нашей республики она длиной 32 километра и такой серьезной проблемой является для преодоления но особенно весенний период снаряжаемся и в байдарку казалось бы все просто бери весло и греби вперед и чем активнее ты будешь это делать тем дальше уплывешь но и быстрее устанешь поэтому с первых грибков я перешел в режим энергосбережения река шоша одна из самых известных у нас рек в лубокском районе для сплава туристского она является ну естественно рекой бассейна западной двины длина ее 32 километра вытекает еще падает плитское озеро но она проходит по местам как говорится боевой славы бригады суворова есть там курган на пути километрах 7 8 где-то от истока мне понравилось то что река встретила меня в хорошем настроении течение было размеренным я бы даже сказал ленивым петляй себе водными тропами и слушай разные истории около вас есть вот находится это такая штука с помощью которой ну рыбаки в свое время ловили рыбу перекрашивается река как плотиной такой вот чистоколом таким и оставляется место для прохода рыбы а в этом месте ставилась сетка ну снасть рыболовная в которую заходила рыба и выйти из этого места не могла само русло реки поделено на участке и у каждого свое название например рудня или олимпийский канал ну а как отличить одно место от другого подскажут только местные жители или заядлые любители здешней флоры и фауны как мангровые заросли да вот эта вода оттуда подымается ну и деревья дабы выжить они вот позволяет корни оголяют так каждый поворот открывает новые пейзажи звуки и даже ароматы смотрите запах речная мята здесь вокруг слышишь крутых порогов здесь нет но есть коряги упавшие деревья свисающие над водой ветки камыши водоросли и еще что-то наподобие туннеля из старых труб честно я до них не дошел в конце реки но не доезжая где-то там километр может тауся есть такое место на балбатуха там выбивают из земли большое количество родников там и самое главное что каждый насчитать их может кто-то 10 что-то 23 до зависимости от ну того кто как видит и какая пара года это ну и говорили свое время она даже но как бы звук такой производила поэтому балбатуха и на но сдалека были слышны эти родники но балбатала как говорится но после речного путешествия мы отправились на озеро долгое как и многие наши водоемы она ледникового происхождения в результате большого тектонического разлома образовалась расщелина часть проходившего здесь ледника застряла его талая вода заполнила впадину здесь было было панской усадьба на трех террасах она была как бы все это место расположено в конце озера и это панская усадьба потом еще было парком вот ну засажена и здесь вот такие вот посмотрите с какой вот растет он остался еще с тех времен многие люди приезжают по наслаждаться этой природе вдоль берега проходят разные эко маршруты для тех кто любит отдых дикарем предусмотрены места для палаток самом озере есть рыба такая как она ну правильно называется сниток но местные называют эту рыбу стынка она ее можно жарить не использование масла никакого подсолнечного ничего она как запах у нее как огурец озеро долгое самое глубокое в беларуси ну да кажется географический оксюмарон но так и есть от поверхности зеркала до дна более 53 метров и на глубине вода остается прозрачной за эти особенности долго называют белорусским байкалом популярно это озеро среди дайверов они даже есть здесь люди которые предлагают на этом озере свои услуги но они рассказывают вот что здесь есть такие плиты как бы вымощенные норы даже какие-то у них интересные есть это плитах но это опять же я сам если честно не спускался но читаешь отчеты их на интересно что же все таки озеро у нас происходит следующая точка моего маршрута обещает порцию самых острых впечатлений я побываю в пещере находится она на берегу озера гинькова она тоже необычная замыкает тройку самых глубоких белорусских водоемов без сопровождающего найти пещеру нереально нужно идти вдоль озера по узкой лесной тропе добавьте к этому примерно один километр по неровному склону и всякую живность в общем будьте готовы потратить не только силы но и нервы я не знаю сколько там помещается но длина там 10 метров где-то приблизительно туда внутрь и там в конце есть один зал так называемые но которым можно ну стать приблизительно на колени так что выпрямиться и вот так на коленях и сфотографировать сделать селфи там наверное все таки можно у пещеры несколько входов но человек может попасть только через один первым на разведку отправился мой гид он хоть и знает как сюда добраться но сам в пещере еще не был ну кстати да зал шикарный ребята обалдеть я первый раз здесь но он здесь понравится честно говоря когда сюда подходил и увидел вот эти вот минимальные масштабы и объемы я думал что я точно туда не полезу но как вы видите я уже преобразился и вдохновленный подвигом александра я ради вас не радись вот ради вас я лезу туда и снимаю контент когда я полз думал о том как хорошо что под животом был песок они камни пару минут и я внутри как выяснилось в пещере можно посидеть и даже прилечь причем не только одному человеку но конечно сюда приползают не за этим кругом какие-то причудливые формы которые хочется рассматривать и снимать на телефон ни одной детали не хочется упустить в таком моменте понимаешь одну очень важную вещь все самое интересное самое тайное и все сокровища в принципе чтобы до них добраться нужно немножко постараться и зайти туда где на первый взгляд кажется прохода не ловите мотивацию это путешествие стало одним из самых ярких и незабываемых очень много эмоций и очень много открытий даже на жизнь начинаешь смотреть по-другому стройте маршрут вместе со мной увидимся в новых программах пока